Настроение всех присутствовавших на автодроме Атрон объединилось в общий поток азарта, радости и гармонии. Зрители заняли все трибуны, они наслаждались профессионализмом любимых гонщиков, которые с удовольствием дают рекомендации начинающим автоспортсменам. Это на самом деле не сложно, это просто весело. То есть вы должны это воспринимать не как какую-то сложную тренировку, какую-то в качалку пришли. Качки они почему большие и крутые многие, они не потому что ставят себе задачу сейчас, а как раскачать. Они просто по кайфу приходят, им нравится получать результат от процесса. И мы также получаем результат всего лишь от процесса. И когда вы поймете, что это развлекалово, у вас само все пойдет. Усилий прикладывать не придется. Аркадий Цариградцев – один из лучших дрифтеров страны. В перерыве между парными заездами в течение двух часов не отдыхает ни минуты. Его атакуют болельщики, желая взять автограф, пообщаться или вместе сфотографироваться. Дрифт – это то направление автоспорта, где фанаты гонщиков ведут себя наиболее активно. Это мне нарисовали, да, плакат. Ребята из Санкт-Петербурга. За меня болеет очень приятно. Классно. Прям активные болельщики. Да, у меня вообще очень много, оказывается, болельщиков. Очень много людей сегодня расстроится, когда я пустую Дамиру. Екатерина Набойченко – единственная девушка, прошедшая в ТОП-32, где между собой в парных заездах соревновались 32 лучших дрифтера. В первой же гонке она выступала с будущим финалистом третьего этапа Дамиром Идиятулиным. Девушка проиграла ему, а Дамир в итоге, дойдя до финала, занял второе место. Парные заезды проходят в два этапа. Сначала один гонщик оказывается впереди, и рядом с ним, как примагниченный, едет его соперник. Чем ближе, тем лучше. Чем точнее повторяет движение первого, тем больше баллов получит. Во втором заезде гонщики меняются местами. Обгонять соперника нельзя, врезаться в стены не нужно. Необходимо показать максимальные навыки владения автомобилем и ситуацией в целом. Чтобы и гости соревнований, а точнее зрители смогли сами почувствовать наслаждение от дрифта, для них во время соревнований работало дрифт-такси, где мы сами решили прокатиться. Совершенно не болтает в машине, очень плотно сидишь, прям очень удобно, только голова немножечко напрягается. Внутри уже становится жарко, снизу она как будто бы прям греется. Супер всем рекомендую, прям то, что надо. За рулем дрифт-такси, профессиональные гонщики, в этом сезоне отказавшиеся от участия в чемпионате. Следующий этап российской дрифт-серии состоится в Сочи 7 и 8 июля. А в Рязань чемпионат вернется уже совсем скоро. Пятый этап состоится на автоспортивном комплексе «Атрон» 28 и 29 июля. И прокатиться в дрифт-такси, а также выйти на трек от Рона, сможет каждый, кто посетит это чудесное мероприятие. В этом же этапе первое место занял Илья Федоров из Красноярска. Его победа оказалась безоговорочной, поскольку в финале его соперника Дамира развернула, что недопустимо для дрифта. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!